Чтобы у бардачку была заначечка, а не фантики, спряхуйся онлайн. Руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории, включая Крым, ракеты Лехаймарс и Storm Shadow. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Ракетный удар был нанесен по штабу российского Черноморского флота в Севастополе. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании в здание штаба, сразу предупредив о возможности нового удара. Минобороны России не сообщило о прямом попадании, заявив, что в результате атаки было сбито пять ракет и повреждено историческое здание штаба. Развожаев также сообщил, что в результате попадания начался пожар. Потушить его не могут несколько часов. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств. По словам Развожаева, гражданская инфраструктура не пострадала, так же, как и местные жители, находившиеся на улице. В то же время телеграм-каналы сообщают о шестерых пострадавших. Также появилось видео, на котором заснята машина с треснувшими стеклами и пробитыми колесами. Михаил Развожаев попросил жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. А тем, кто находится рядом со зданием штаба, порекомендовал спуститься в укрытие при звуках сирены. Однако местные жители пишут, что перед прилетом не было воздушной тревоги. Кроме того, Развожаев сообщил о падении осколка около театра Луначарского. Он отметил, что нельзя подходить к разлетевшимся частям ракеты. Российские же государственные СМИ пишут, что обломки разбросаны на сотни метров. На месте работают сотрудники спецслужб. К месту удара прибыл около 25 карет скорой помощи. Минобороны сообщило об одном погибшем военном, позже исправив формулировку на пропавшей без вести. Движение в городе перекрыто, общественный и личный транспорт стоит в пробках. Работники общественного транспорта постят в местные телеграм-каналы фото из пробки, призывая с позитивом проводить время. Предыдущий удар по севастопольским административным зданиям произошел два дня назад. Минимум миниморум, который мы видим от этой кампании, должен быть простой. Ни одного метра не должно быть у Украины Черноморского побережья. А так выглядело начало атаки на штаб Черноморского флота. Британский журналист Джон Миллер запечатлел работу ПВО. Это звук, я думаю, противовоздушной системы. Штаб флота там в самом центре города, вокруг кольцо из улиц, он возле памятника Ленина, такой второй памятник. Куда поехало очень много карет скорой помощи. Когда попадаем в штаб флота, мы рушиваем систему управления не просто кораблей каких-то в море. Это рушится система управления, система планирования, операции, система подготовки тыла, целого объединения вооруженных сил Российской Федерации. Уничтожаются, ликвидируются офицеры управления высшего звена. Это серьезный удар. Как сообщает агентство Униан, тем временем пожар в здании уже бывшего штаба Черноморского флота пытаются потушить уже пятый час, но все еще тщетно. Мы вас пока окончательно не решим. Нацизма не должно быть. Вы нациз, слушайте. Поднять все, что есть, и стереть лица земли. Киев, мать городов русских. Вы на этом остановитесь? Нет, Киев, Львов. А где остановитесь? Смотря как кто вести будет. А где остановитесь? Ну когда на, тогда остановимся. А где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил, может быть Стоунхендж. С лица земли стереть, чертовой матери. Львов, Ивано-Франковск, Киев, Одессу, Николаев, Харьков. Полностью уничтожающий удар по этой нацистской сволочи из всех стволов. Всем, чем есть. Они превратили жизнь жителей Шибыкина в чистый ад. Вообще никакого нацистского государства ни в каком виде. Ни клочка земли не должно быть. Сколько у нас людей, которые находятся в запасе? Насколько я помню, на память говорю, Министерство обороны называло цифру порядка 34 миллионов. Я просто к чему? Потому что если нашим врагам кажется, что у нас все плохо, все не так, и мы источаемся, нет. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тебя тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список. И в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Не, не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну ничего не мешает, я не хочу. Не готов, да? Нет. На что готов ради страны? Умереть. Не, ну на такое я не готов еще пока. Почему? Страшно. Ты же сказал, что на все готов покажется. Тогда оставь фамилию. Ну не, это стемно. Хотя бы номер телефона. Не. На что готовы ради своей страны? Да ну на все, как деды наши, на смерть, наверное. На смерть готовы? Да. Нет, а это на патриотизм. Вы патриот? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. У нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина. Почему не готовы? Не должны жители Шебекина, Донецка, Луганска, Запорожья, Херсонщина страдать от этой нацистской сволочи. Это не военное сражение, не военное действие. Она не укладывается ни в какие даже правила ведения войны. Вооруженные силы Украины впервые с начала контрнаступления прорвались через главную линию обороны России в районе Работино, Запорожской области. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Американские журналисты основываются на интервью украинских военных, действующих в этом районе. За последние недели украинские военные расширили зону прорыва, освободив Работино. Также село Вербовое, находящееся рядом, все еще под контролем российской армии, которая упорно обороняется. Украинские военные также продвигаются к югу от Работино. Известно, что они уже достигли границы села Новопокровка. Первые танки Абрамс прибудут в Украину уже на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден. Вместе с танками и Соединенные Штаты планируют поставить в СССР снаряды с обедненным ураном. Ранее на объявлении о поставках таких снарядов в Кремль и российская пропаганда отреагировали очень остро. Путин обвинял так называемый коллективный Запад в применении оружия с якобы ядерной составляющей и подписал с Александром Лукашенко соглашение о размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Так ли опасны снаряды с обедненным ураном, смотрите в нашем материале. Снаряды с обедненным ураном или бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, то есть БОПС, это снаряд в виде тонкой стрелы из плотного металла. В нем нет взрывчатки. Поражение он наносит только своим сердечникам. Несмотря на то, что снаряды изготавливаются из урана, ядерным оружием, их не считают. При этом ведутся дискуссии об их вреде для окружающей среды. Но БОПСы не запрещены ни одной конвенции. Такими снарядами владеют многие страны, среди них США, Великобритания, Франция, Пакистан, Китай, а также Россия. Обедненный уран используют и для усиления брони военной техники. Обедненный уран используется в создании боеприпасов из-за своей высокой плотности. Проще говоря, в один снаряд можно поместить больше обедненного урана, чем, например, свинца, плотность которого в два раза ниже. Вместо него можно использовать и вольфрам с почти такой же плотностью, но у обедненного урана выше проникающая способность. Также обедненный уран, как изначально побочный продукт, намного дешевле. Экзотический металлический дротик, который выпущен с необычайно высокой скоростью. Так снаряды с обедненным ураном охарактеризовал старший военный аналитик Рант Скотт Бостон. Пока сердечник снаряда пробивает броню, он теряет большую часть своей скорости. Но в это же время нагревается от трения до температуры более тысячи градусов. В зависимости от конструкции такого снаряда, при его столкновении с броней может произойти несколько вариантов. Общий принцип действия, он прост. Пробивается дырка, а дальше либо дробится, либо целиком летит внутрь и поражает то, что есть. Способствует иногда детонации или воспламенению, или просто физически пробивает, уничтожает все, что у него на пути. В итоге, проникнув внутрь танка, сердечник и осколки сжигают и экипаж, и все внутри танка. После такого пораженная военная техника годится лишь на переплавку. Победим Украину. Осталась неделька. Все. За полтора года Варшава уже передала Киеву оружие на 101 миллиард злотов. Только вдумайтесь в эти безумные цифры. Одна, единственная страна, Польша, передала Украине оружие и прочего добра на сумму, равную 23 миллиардам долларов. Это если не брать в расчет тысячи польских наемников. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...